Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире ваша любимая компьютерная программа Мир Дэнди. Хорошо, что вы не проспали и включили свои телевизоры вовремя. Ведь сегодня вас ждет очередное приключение в мире видеоигр. Найди свою игру. Компьютерная приставка, видеоигра, картридж, диск, журнал или сам обыкновенный джойстик в магазине Дом Дэнди. Все это и многое другое. Огромный выбор. Вау! Виртуальная страна для реальных геймеров. Альтернативы нет. Дом Дэнди. 47-4196. Богдана Хмельницкого, 33. Самый знаменитый супергерой, конечно же, Спайдермен. Одна из самых интересных приключенческих игр. Как ни странно, что же с этим героем? И сейчас речь пойдет как раз об этой игре. А конкретно о второй части похождений Человека-паука. Никто не может контролировать симбиотизм. Никто! И теперь, Спайдермен 2. Самый знаменитый персонаж комикса, любимец миллионов, ни разу не побежденный супергерой Спайдермен, вновь возвращается на Сони Плейстейджен. Что же нас ждет впереди? Новые уровни, новые приемы. Ну, в общем, обо всем по порядку. Засадив всех бандитов за решетку в прошлой части игры, наш герой решил расслабиться. Но не тут-то было. Откуда ни возьмись, появился добрый десяток новых злодеев. Еще более могущественных и опасных. Справится ли Человек-паук на этот раз, как всегда, зависит от вас. Нам предстоит вновь очистить Нью-Йорк от преступности, пробежав по каждой улочке, а точнее сказать, крыша. Программисты серьезно улучшили графику, выжив из старушки Сони максимум мощности. Уровни стали более детализированные и длинные. Но это все мелочи. Ведь никакая графика и огромные пространства не сделают игру популярной без динамичного и захватывающего игрового процесса. А он здесь на высоте. Управление очень простое. Мы одновременно можем прыгать, ползать, зацепляться за стены, атаковать противника, используя при этом минимум кнопок, что очень удобно. Кстати, о боях. Ведь именно они составляют большую часть игры. Ведь всех встречавшихся на пути противников необходимо уничтожить. Благо для этого у нас огромное количество приемов. Так у копашных, так и специальных. При помощи паутины мы не только можем забираться на высотное здание, а еще использовать ее в бою. Нет ничего проще замотать в кокон какого-нибудь бугая, а он даже ничего и не заметит. Но что еще можно сказать про эту игру? Точно ничего плохого. Spider-Man 2 понравится как фанатам серии, так и простым геймерам. Субтитры сделал DimaTorzok Начнем с намковского текина. Честно говоря, он меня разочаровал. Маленькие зоны, еще более медленный процесс. В общем, кроме графики, ничего нового. При том, что это финальный вариант. Не знаю, о чем думали программисты, превращаясь в самый динамичный файтинг, сами не знают. Симпатичные девчонки из Dead Relive готовятся к важной схватке на Xbox. Вот это действительно серьезная игра. И график на высоте, и зона просто огромная. Что говорит об игровом процессе? Слишком быстро и интересно. Субтитры сделал DimaTorzok И вот мы подошли к фавориту нашего списка Virtual Fighter 4. Он получился не просто хорошо, а очень хорошо. Здесь, как нигде еще, проведем баланс между скоростью, динамикой и тактикой. Не знаю, какой из этих файтингов победить, но я лично ставлю на родоначальника 3D-файтинга Virtual Fighter. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый из вас знает, что такое бокс. Это зрелище не для слабонервных. Но на самом деле, все это цветочки по сравнению с нашей сегодняшней игрой. Здесь, без проблем, сам обыкновенный дохляк сможет надавать тумаков огромному лугаю. Такое и страшно в сне не приснится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, фанаты бокса, добро пожаловать на ринг. Скоро состоится величайшая битва за титул лучшего из лучших. О, я вижу старых знакомых с первой части, закаленных в боях профессионалов, а также новичков, желающих тоже подраться. Итак, все готовы? Тогда начинается второй раунд. Что ж, как всегда, забив на практику, убираем себе боксера и сразу бежим на ринг. Что может быть приятнее, чем избивать противников под приятную дремкастовскую графику? Удар, еще удар. На теле появляются снеги, из носа капает кровь. И вот, мастерски проведенный супер-крием, и прямо на ваших глазах, и недоноска напротив, во рту уменьшается количество зубов. Нет, не подумайте, что я садист. Но такое моральное удовлетворение доставляет дрелище избитого тела. И когда каждый ваш удар оставляет свой след. Да, это вам не просто колонка жизней. Вы можете смотреть происходящий поединок, как обычно, сбоку. Можете поставить твит от первого лица. Можете посмотреть на мастерски проведенный удар глазами своего противника. Поверьте, такого зрелища вы не забудете никогда. Но про игру вдвоем я вообще молчу. Еще свяжу в памяти бессонной ночь на ринге, во время игры в первую часть Рэдди Ту Рамбо. Помню разборки с применением всех подручных средств после счета 30-0. Ну, а если серьезно, это самая веселая драка для игры в компании. Море удовольствия и беспечного. Поиграйте обязательно, и вы никогда об этом не пожалеете. Потому что такой бокс нравится всем. Проглятие! Проглятие! Как известно, война дело тонкое. И все средства хороши для достижения нужного результата. Но что делать, если противник умнее, быстрее и к тому же с другой планеты? Тут уж выкручиваетесь сами. Хотя это не поможет. Ведь он как суслик. Вы его не видите, а он есть. Вот так вот. У вас есть три минуты. Передаю координаты. У вас понял. Это не бодрые. Я на подходе. Через три минуты позверу вас, ребята. Стив! Стив! Кабель! Сволочи! Ублётки! Ну вот. Наконец-то и вышел в свет долгожданный тактический 3D-экшен Venom. И могу сказать, что обогнув всю однообразную сервис жанра, свет вылез в настоящий хит. Может быть, очень скоро начнут появляться множественные пародии. Может быть, старые третьи части. Но я никогда не забуду свое первое знакомство с этой игрой. Никогда я еще не видел такой мощной проработанной тактики с элементами экшена. Или экшена с элементами тактики. Такая разница. Главное, что разработчики вложили душу в свое детище. И гнались явно не за деньгами. А это радует. Итак, недалекое будущее. Земля вновь на грани катастрофы. После метеоритного дождя на планете появились инородные формы жизни. Вы, кукловодов, читали? Если да, то у меня нет необходимости рассказывать вам весь сюжет. Маленькие паразиты подчиняют людей своей воле, захватывают важные стратегические объекты. И никто не может с ними справиться. Кроме нас. Так что выбираем команду, экипируем ее и вперед. Настречу опасностям и приключениям. Только не слишком резво. Здесь таких быстро успокаивают. Запомните, ни вы, ни ваш напарник не являетесь беженцами с планеты Криптон. Ну, короче, не супермены вы. А сильнейший интеллект противников вообще ставит под сомнением ваше существование в мире живых. Помню, нарвался как-то на небольшой отряд. Так меня быстро изрешитили. Ладно, лоудгейм. Другая тактика. Проклялся лес там, местную дислокацию. Пригляделся, ну точно, это место. Вылетаю с кустов с дикими криками, а там никого. Они, оказывается, услышали мои шаги. Вы понимаете, шаги услышали и подстаялись. Но об этом я узнал лишь тогда, когда трассирующие пули прошли сквозь мое тело. Ведь хотел же я в эту миссию снайпера взять. Бывало, здесь сядешь на возвышенности. Один выстрел, другой. Враги бегают, суетятся. Не могут понять, откуда же стреляют. И вдруг, сообразив, организованной толпой бегут в мою сторону. Ха, они еще не знают, что мой друг уже находится за их спиной. Или это уже было дело. Отстреляли как-то все лампочки в коридоре. На шум сбежалась почти вся охрана. Стоят, ничего не видят. А тут из тенуты раздались две очереди. Ха, и осталось только собрать боеприпасы и аптечки. С еще тепленьких тел охраны. Как вы видите, в вариантах прохождения и фактических уловок огромное количество. Так что игру можно проходить далеко не один раз. Следующее, что мне понравилось, так это оружие. Вы можете представить себе бойца спецотряда, несущие на своих плечах целый арсенал различных средств уничтожения. Ха, такого больше нету. Каждую миссию вы можете взять только одну из предложенных пушек. Но поверьте мне, она заменит вам все. Автоматические режимы стрельбы. Дрог, точечные выстрелы, лазер, подствольная ракетная установка, миноукладчик. Это еще не весь список ее возможностей. По мере выполнения новых миссий, ваши воины награждаются орденами и медалями, получают боевой опыт, повышают свои показатели. От боя к бою они все точнее стреляют, быстрее бегают, легче переносят ранения. А под конец игры их сила и ваш разум создадут непобедимый альянс против эндопланетных захватчиков. Ну что, вы уже заинтересовались? Совет один. Играть обязательно. И тогда как минимум недели бессонных и увлекательных боевых действий вам гарантировано. Ну а в следующее воскресенье мы расскажем вам еще об одном хите. Найди свою игру. Компьютерная приставка, видеоигра, картридж, диск, журнал или самый обыкновенный джойстик в магазине Том Дэнди. Все это и многое другое. Огромный выбор. Вау! Виртуальная страна для реальных геймеров. Альтернативы нет. Дом Дэнди. 47-4196. Богдана Хмельницкого. 33. Ну вот наша программа и подошла к концу. Впрочем, это неизбежно. Так же, как прохождение любимой игры. Так что играйте до следующей недели, а в воскресенье опять к нам смотреть Мир Дэнди.